так хочу всем здравствуйте хочу всем сказать про использование табачной пыли вот видите что у меня с помидорками правда не со всеми возможно я не так долго по времени использовала нитич творится это у меня дыня арбузы работа этот по краям только один более-менее вот рукава даже трава мокрец и тут укроп вообще молчу укроп воняет табаком очень сильно воняет табаком прямо не пахнет а воняет посмотрите что случилось с нашим укропом вон что все листочки пахнет его невозможно есть прямо табак голимый и очень сильной концентрации вот еще помидорки вот такую вот у меня нынче испробование по интернету это я все посмотрела советы по интернету тут мои помидорки стали закручиваться сверху они тоже вот так засохли вот так вот этот черек мой черек снизу более-менее нормальный вот у него такой черек а сверху его листья все 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 сухие вот более сильные томаты более-менее жиренькие вот снизу у них более ничего так вот это вот мне кажется это конечно нет табачной пыли это чего-то не хватает это либо хлороз либо фитофтороз фитофтороз начинается надо уже обрабатывать блин вот этим все хорошо низкорослым высоким конечно досталось вот использовали мы на такой плитке по совету одного блогера вставится на полтора часа но это в целях экономии я решила сэкономить потому что у меня две теплицы белокрылка замучила мы не знали что с ним делать решили попробовать табачной пылью табачная шашка если покупать то она конечно будет раза в два в три дороже обойдется чем табачная пыль но эффект мне кажется тот же самый бы и был ну вот с такими же вот обгоревшими листочками запах вот так мы это делали где-то примерно дней пять назад запах в теплице стоит до сих пор табачный прямо сильный запах не могу его никак проветрить теплица открыта настиж как бы и днем и ночью запах стоит не уносимый вот такой совет кто собирается делать обрабатывать свою теплицу ну совет мой такой вот например у меня вторая теплица вот эта поликарбонатная в ней видимо как в вакууме возможно обгорели помидор поэтому а вторая теплица у меня деревянная и она стеклянная но там у нее есть щели да так скажем и у нее помидоры вообще как будто ничего не было но и белокрылки тоже как будто ничего не было она как летала так летает а вот здесь вот белокрылки было очень мало можно сказать я ее на следующий день когда зашла трясла все помидоры огурцы ну может быть одна взлетела но я белокрылку не видела конечно действует препарат но это нужно делать когда растений нет я так считаю либо когда они еще не высажены либо это делать осенью когда уже все убрано но когда растишки у нас сидят уже в земле в теплице этого делать не стоит вот здесь у меня уже зола осталось может быть может быть я положила очень много пыли этой насыпала вот в эту кастрюльку не знаю почему может быть должен быть такой эффект может быть нет но другие блоггеры вот садоводы которые агротехники как они там называются не помню садовый мир по моему я смотрел она тоже советовала вот эту табачную шашку использовать против белокрылки но что-то я вот разочаровалась и хотела второй раз использовать может быть в той деревянной теплице и можно еще раз попробовать сделать но в этой я уже не рискну здесь я отказалась химию конечно не хочется мне использовать ну вот что-то надо будет дальше придумать я тут еще использовала пробовала эти спирали от комаров ну от них эффекта я вообще не почувствовал никакого она как летала так и летает сколько было столько и осталось короче спирали вообще им пофиг на комары может на мух действует но на белокрылку нет ну вот всем пока кому эта информация интересна и была полезна ставьте лайк всем пока так